здравствуйте друзья спрашивает человек как складывают соотношения мои светланы с однокашниками по школе потому что вот у него как-то значит ну что-то не сложилось и 10 лет уже там прошло у него после школы и как-то вот нет нет связи нет общения нет какого-то взаимного интереса там и так далее а вот как у вас спрашивает он ну я-то школу закончил слава богу это что ж такое было то это был 73 год 1973 год и существенным было то что последние два класса 9 и 10 тогда вот была школа десятилетка 9 и 10 класс я учился в такой очень приличной математической школе и так сложилось что я потом закончил там два университета аспирантуру там и так далее учился в аспирантуре не закончил значит вот вот эти два года в школе вот в этом возрасте повлияли на мою судьбу дальнейшую больше чем допустим институт связи или там матфак университета в твери который я закончил и там аспирантура в академии педагогических наук там и так далее то есть как-то вот так получилось у меня нет объяснения этому я собственно никогда не думал может быть нашлось бы какое-то но во всяком случае это было очень сильным очень ярким впечатлением и дети там были со всего города и много было олимпиадников но дело даже не в этом просто были хорошие ребята очень как бы сборная такая солянка и вот хорошие ребята сейчас камеру на хайвэй переведу секунд и у нас сохранились очень очень хорошие отношения не то чтобы мы много общались но мы иногда а переписываемся там пары сообщений где-нибудь не знаю в одноклассниках или и мэйлом когда я 10 лет назад чуть больше там в 2003 году я поехал в москву там по делам и ребята собрались там пару человек инициативных собрали там моих одноклассников и так мы как бы встретились ну там не весь класс был ну там больше половины поэтому у нас очень хорошие очень теплые ощущения остались и с точки зрения эмиграции то спрашивается вот не разъехались ли они там потом кто куда по-всякому но в основном нет в основном они так москве живут такой вот такой вот у нас класс был там про по-разному сложилась их судьба есть ребята которые пошли в науку и там профессора доктора наук завкафедрами университетов есть люди которые просто работают вот там по найму где-то кто-то пошел в бизнес несколько человек немного все-таки у нас как-то фокус такой был вот именно на исследование на науку на вот на какую-то такую работу людей с бизнес жилки там был немного как-то так получалось что еще очень 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 хорошие отношения очень теплые воспоминания и аналогично у светланы она последние годы в средней школе но вот не с девятого класса а по моему седьмого или с восьмого она училась в киеве в аналогичной школе в киеве по тем временам было две такие маститы физмат школы 45 и 171 вот светлана закончила 171 и у них как раз разъехались практически все то есть поначалу они разъехались из киева потому что там практически невозможно было евреев практически не принимали в институт это дневное отделение поэт а их там в этом классе у нее было так существенно больше половины вот они разъехались тогда по всему ссср света была в москве еще ребята были в москве и в питере и брянске и в новороссийске там надо такое было время но дальше уже они почти все где-то вот тут в америке кое-кто в германии вот мы когда по миру ездим значит мы заходим вот у меня есть приятель он в ирландии вот мы к нему в ирландии зашли он там профессорствует в университете там были в мюнхене зашли свете на однокласснице который живет в мюнхене вот так вот отношения очень хорошие воспоминания очень теплые и мы всегда радуемся когда друг друга видим слышим какой тимилл придет или там ведь в социальных сетях там пару слов мы не многословно общаемся у нас нет такого интенсивного очень общения мы как-то так больше может быть энергетические так скажем вот у меня есть одноклассница марина но вы просто имейте ввиду что мои одноклассники это люди которым в этом году 60 лет будет вот в наступившем так сказать 2016 вот вместе одноклассница марина она как-то здесь вот даже была у нас в поездке была а я ее там из этой поездки на денек выдернул она с нами там провела какое-то время вот она иногда приезжала в соединенный штат там по делам в командировке на конференции и вот значит я имел возможность позвать ее в гости к нам ну так вот вот мы с ней иногда там переписывать раз полгода там имела имел в одну сторону имел в другую сторону так что я на самом деле благодарен судьбе за то что вот я учился в такой школе в таком классе с такими ребятами и абсолютно каждый из них каждый без исключения я был бы счастлив совершенно быть если бы они там заглянули в гости там или там ну как цели пообщаться и так далее это это невероятно невероятно приятный такой опыт в общем так вот так вот у нас получилось до того как попасть в математическую школу я учился в обыкновенной районной школе ну вот где мы там жили для фортова москве школа номер 417 она была обычная она не была плохой школой там конечно не бог весть как училась потому что на как на класс было там три четыре пять человек хорошистов вот остальные были троечники и двоечники они были при этом неплохие ребята все симпатичные дружелюбные как бы сказать с ними можно было прекрасно и футбол поиграть и на лыжах покататься и там я не знаю чего еще ну хорошие хорошие совершенно ребята девчонки хорошие ну 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 все были очень хорошие вот у меня не осталось друзей с тех пор как бы с которыми я поддерживаю отношения так получилось мы поддерживали отношения но были наверно лет там 5 8 10 после окончания школы с разными в смысле ну уже да с ребятами которым я учился до восьмого класса включительно с ними тоже поддерживались отношения но она как-то потихонечку разбрелось знаете как мы учились в разных институтах кроме того мы же в девятом десятом классе уже там как-то разошлись поэтому ты уже не играешь футбол там нет времени и там еще что-то а начинаешь заниматься я тогда занимался это занимался борьбой самбо и там какая-то своя тусовка была в общем такая вот история поэтому я уже перестал играть футбол во дворе а значит ходил там на секцию там у нас прямо в школе была секция анатолий аркадьевич харлампиев вел создатель борьбы самбо и вот тоже очень большое влияние на меня оказало причем не в тот момент а вот когда я постарше стал до меня стало доходить вот масштабность того что происходило там когда мне было 16 лет до меня до меня потом дошло намного позже и я сейчас вот как бы у меня постоянно такое ощущение что где-то рядом стоит и вот что-то такое так на меня смотрит скептически и говорит давай портнов ты чё это ты можешь лучше давай давай нифига нифига дурака не валяй и вот значит может быть от того что молодой был может быть от того что личность харлампиева она потрясающе уникальна может быть вместе и то и другое но во всяком случае да наверное психологи лучше расскажут о том как вот на 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 всю жизнь человека влияет то что с ним происходило не только в подростковом возрасте но и есть господи намного раньше сейчас говорят что внутриутробное развитие как бы сказывается очень сильно на последующем пренатальное такое что тут говорить вот так такой ответ на такой вопрос да если бы я не учился без мат школе а так вот учился бы вот в той где я учился первые восемь классов даже я не знаю были бы у меня вот такие же теплые воспоминания и так далее мне трудно судить трудно судить у меня не было конфликтов ни с кем я хорошо учился там помогал другим ребятам когда нужно было помочь ко мне очень хорошо всегда все относились и учителя и и и дети я такой социальный вы же видите я там потрепаться люблю повеселиться анекдотиться рассказать вот поэтому очень хорошо все было не знаю я школьные годы потрясающе совершенно такое вот у меня воспоминания по поводу школьных лет и вообще знаете молодость юность и все такое светлое и ты уже не помнишь что это был советский союз в котором нельзя было и этого не того и где тебе там в общем какие-то плохие вещи в голову забивали там и так далее это не помнится это куда-то все ушло так можно конечно сосредоточиться на этом тоже но вот мое нынешнее воспоминание о том как тогда жилось она конечно достаточно светлая хотя я вот вам скажу что когда я смотрю на деток живущих в америке но вот наших до деток вот как бы соотечественников они несутся в школу с утра как я не знаю что вот в советской школе все-таки дети но может первый класс они бежали там с бантиками цветами там и так далее а дальше как-то вот проходила вот эта эйфория понимаете как то хуже становилось ли дети переставали бежать школу как на праздник каждое утро вот здесь они бегут поэтому но мы не знали другой школы мы знали вот ту которая была ой и там конечно доставалось смысле там могли жестко ругать там могли ставить на вид там могли позорить там перед всем классом там другая система была другой мир но мы не знали другого мы в нем родились и воспринимали в общем-то все это нормально и и для того чтобы хорошо себя чувствовать в этом мире не нужно было каких-то особых усилий не нужно было себя переламывать ну вот родился живешь это как бы все твое все естественно и ты как бы это не воспринимаешь вот так как сегодня задним числом мы бы сказали боже там какой ужас там еще чего-то и так далее так что очень-очень светло очень хорошие воспоминания счастливо